Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сегодня мы, ученики Международной Лингвистической Школы, расскажем вам о нашем проекте «Спасем лис». Идея создания проекта возникла после просмотра видеосюжета в новостях о том, что происходит с лисами на острове Русский. Порты не единственные достопримечательности Русского острова. Несмотря на новую жизнь, он продолжает славиться своей дикой природой. Ее обитатели быстро привыкли к переменам и даже успели извлечь пользу. Туристы заметили лисить еще летом и сразу начали их подкармливать. На один из участков трассы звери приходят, как только стемнеет. Свой лакомый кусочек животные ждут от людей, проезжающих мимо машин. Но такое питание может обернуться для зверя трагедией. Лисы не боятся не только людей, но и машин, которые движутся на большой скорости. Автомобилисты могут попросту не заметить животных на дороге. Также опасность представляет и мусор. Животные могут съесть, например, пакет, приняв его за пищу. Не хочешь? Лисы не боятся подпустить человека близко и даже берут еду из рук. Но лиса животное дикое, поэтому пытаться гладить зверя лучше не стоит. Их нужно привить. Можно их не ловить для этого. Есть специальные котлетки с капсулами. Прививка от бешенства. Достаточно прокусить лисичке такую котлетку, и она уже привита. Первое, что нужно их привить, то есть немножко следить за их здоровьем, чтобы в случае случайного укуса не было никакой инфекции. И, наверное, оградить трассу сеткой, чтобы безопасно было ей ездить и лис сохранить. То, что дикие животные научились выживать в новых условиях, большой плюс. Но чтобы не превратить этот плюс в минус, жители и гости русского острова должны быть внимательнее и соблюдать осторожность. Анна Бережная, Александр Бортовщук. Новости на восьмом. Своей акцией «Спасем лист» мы хотели Показать, что с открытием острова Русский возникла проблема при взаимодействии человека и диких животных. Привлечь внимание общественности к ситуации с этими дикими животными на острове Русский. Обратить внимание профессионалов на эту проблему. А также сформировать общественное мнение о том, что открытие природного парка на острове Русский может стать его достопримечательностью. Поэтому мы решили, что наша целевая аудитория – это жители города Владивостока и гости приморской столицы. Профессионалы в сфере природопользования и защиты диких животных, а также журналисты. В ходе своей акции мы решили рассказать, чем можно и чем не нужно кормить лис и как надо обращаться с этими дикими животными, тем самым внести свою пользу в спасение лис Русского острова. Дату акции назначена 25 апреля, когда на улице уже тепло и солнечно. Именно в такую погоду и направляются жители Владивостока отдохнуть на Русский остров. И мы не прогадали. Гостями нашей площадки стали почти 400 человек, в том числе и известный фотограф Сергей Орлов. Откуда же люди узнали о нашей акции? Мы провели информационную работу. Разместили информацию в социальных сетях, оповестили радио и телевидение. В этом нам помог известный журналист Приморья Андрей Владимирович Калачинский. Скажем честно, мы ожидали, что к нам присоединиться столько неравнодушных людей. Поэтому к акции мы подготовились серьезно и основательно. Изготовили медальки и буклеты, стенд с разъяснительными материалами, а также кормушки для лис и тантамореску, стенд для фотосъемки с отверстием для лица. Акцентировать внимание мы решили на творческих площадках. То есть участники нашей акции могли рисовать лиц, лепить их из пластилина и складывать из бумаги. Мы были очень рады, когда увидели, сколько внимания на нас обратили средства массовой информации. Более 20 СМИ опубликовали заметки о нашей акции, а это значит, что очень много людей узнало о проблеме лиц на русском острове. На нас обратили внимание даже федеральные СМИ, Русское информационное агентство новостей и Российская газета. Поддержали нас и в Приморском краевом отделении Всероссийской общественной организации Русское географическое общество, Общество изучения Амурского края. Своё мнение они выразили на сайте, а также написали письмо в администрацию Владивостока с просьбой установить на этом месте знак «Дикие животные». Знак был установлен. С 2015 года символом Международной лингвистической школы стала лиса, а точнее умненький и любознательный лисёнок. После акции мы продолжили следить за ситуацией на Русском острове и пришли к выводу о необходимости создания там природного парка, где комфортно чувствовали себя вы как животные, так и туристы. Мы написали письмо вице-губернатору Приморского края Сергею Ивановичу Сидоренко, а также обратились в самое рейтинговое информационное агентство «Примамедиа». Также получили активную поддержку в соцсетях. В Фейсбуке мы набрали 140 лайков и 60 эмоциональных комментариев. А пока мы оценивали наш градус популярности в социальных сетях, директор департамента по охране, защите и регулированию использования объектов животного мира Приморского края Васильев писал нам письмо, в котором говорится «Получая от людей пищу, к поиску которой нет нужды прикладывать особые усилия, хищник теряет стимул самостоятельно добывать пропитание, а становясь попрошайкой, утрачивает инстинкт самосохранения. К сожалению, именно этот процесс мы наблюдаем сегодня на острове Русский. Ясно одно – помощь островной популяции лисицы необходима». Как мы видим, акция «Спасем лис» и идея создания на острове Русский природного парка стала актуальной и для жителей Владивостока, и для специалистов, и для представителей власти, и для журналистов. Мы уверены, что наша акция «Спасем лис» стала отправной точкой по созданию на острове Русский природного парка. Мы хотим, чтоб на планете Были счастливы все дети, Чтоб добрее стал бы каждый, Знаем мы, как это важно. Пусть для всех сияет солнце И горят на небе звезды, Сохраним богатство эти, Мы с тобой за все возведем. А теперь мы готовы ответить на ваши вопросы.